Всем привет и добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я покажу вам, как сделала вот такой фантастический набор. Это обложка для паспорта, а это кошелек. Этот набор выполнен в технике тиснения плюс роспись по коже. Для того, чтобы сделать такой комплект, я купила специальную кожу и специальные краски. В дальше видео я, конечно же, покажу вам, как я все это делала, все этапы создания этого кошелька и обложки для паспорта. Ну а сейчас давайте я вам немного покажу, как выглядит кошелек и обложка для паспорта внутри, и уже потом перейдем к просмотру. Для начала давайте посмотрим обложку. Все довольно просто. Сюда помещаются крылья паспорта, а здесь небольшой отдел для карточек и кошелечек. Кошелек довольно вместительный, объемный. Здесь есть отделение для каких-то необходимых мелочей, может быть, бумажек или мелочи. И давайте же посмотрим его внутри. Очень большое вместительное пространство. В этот раз я сделала отдел для мелочи на молнии по центру. Вот так это выглядит. Тут отдел для карточек, мой любимый. И также здесь отдел для карточек, самых необходимых и часто используемых. Давайте уже, наконец, переходим к просмотру и наслаждаться процессом. Поехали! Начинаю новый проект. И сегодня я буду делать набор из кошелька и обложки для паспорта с тиснением. Я вам записываю видео из прошлого, но вы в будущем уже видите, что в итоге получилось. И я держу пальцем, чтобы у меня получилось все хорошо. Потому что на этом этапе съемки я еще пока не знаю, как у меня получится. Специально для этого проекта я приобрела кожу для тиснения. Это кожа толщиной 1,2-1,4. Подходит для небольших изделий. Для больших сумок, конечно, нужна кожа раза в полтора-два толще. Но для кошелька и обложки для паспорта в самый раз. Это у меня, соответственно, будет обложка для паспорта. А это у меня будет кошелек. И для того, чтобы начать работу уже по тиснению, я вам сейчас покажу эскизы, которые я приготовила. Это у меня работа на заказ. Девушка попросила сделать что-то с лебедями. И я подумала, что это как раз тот самый момент, когда можно попробовать работу именно в технике тиснения. Потому что я, когда была на фестивале кожевином, мне очень заинтересовала эта тема. И так до сих пор у меня не доходили руки как-то это применить. Поэтому вот сейчас тот самый идеальный случай, когда это будет самое оно. Лучше всего будет подходить. Потому что как сделать изящных лебедей, аппликации или еще как. Ну, в общем, я подумала, что тиснение с покраской в дальнейшем будет прям самый-самый сок. И для того, чтобы начать, собственно, тиснение, для начала нужно подготовить кожу. Эта кожа красная, она без верхней обработки, без финиша. Соответственно, любое неосторожное прикосновение оставляет грязные пятна. Также и жирные пятна от кожи рук. Что в дальнейшем может повлиять на покраску. Ну, я использую крывные краски. Или покрывные, кому как больше нравится. Если проникающая краска, то жирные пятна, естественно, могут оставлять какие-то проплешины. Поэтому кожу, перед тем, как ее красить, ее нужно мыть. Для этих дел я купила специально седельное мыло. Почитала, как им пользоваться. Уже попробовала. Вот на этой части я попробовала. Видно тут немного какие-то изменения по тону. Может быть, я для первого раза не совсем хорошо справилась. Но, тем не менее, это все равно все будет под тиснением. И, видно, ничего не будет. Сейчас мне нужно будет помыть, ополоснуть часть, которая для кошелька. Так что давайте перейдем к стирке. Кожа, хотя она чистая. Но я хочу все равно попробовать еще ее ополоснуть. И уже буду ее мочить. Прошло несколько часов. Как оказалось, мокрая кожа отказывается сохнуть быстро. Поэтому, спустя несколько часов я устала ждать и прошлась сверху феном. Чтобы верхняя поверхность у меня подсохла. И теперь она уже довольно светлая. Уже с ней можно работать. Вот кусочек сухой кожи. Немножко все равно отличается по тону. Уже можно начинать работать. Мне, для того, чтобы сшить этот кошелек, нужно расписать клапан. Клапан немножко с верхней частью, чтобы сзади подмолния ушло. Я разметила аккуратненько по краю линию, на которую я буду ориентироваться, размещая свой эскиз. Чтобы потом, при выкраивании уже детали кошелька, у меня все было ровно. Ну вот. Совмещаю с линией. Я делала эскиз с учетом немножко больше, чем выкройка кошелька, чтобы с запасом нарисовать рисунок. Так, и какой у нас план действий? Я уже надела перчатки. Они мне нужны для того, чтобы не запачкать своими жирными ручками кожу, потому что она чистенькая, все поры открыты и готовы принять любой мусор, который я только туда доставлю. Поэтому очень аккуратно сейчас буду переносить. На фестивале, видео про который я выкладывала чуть раньше, ссылочку вставлю вот здесь, я приобрела два вот таких инструмента. Это для, так сказать, легкого тиснения. Есть вариант тиснения с помощью киянки и штампиков. Как-то разная форма штампиков. А есть вариант, когда такое лайтовое тиснение, без шума, абсолютно тихо, с помощью легкого такого продавления. Ну, естественно, абсолютно разный эффект получается. Здесь будет более нежный эффект, а там он такой более ядреный. Ну и на самом деле я уже попробовала потеснить на элементе с обложкой для паспорта. Потренировалась, так сказать. И теперь могу уже более смело показывать вам, как это делается. Ну что ж, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Вот что у меня получилось после обведения эскиза. Давила прям, как мне кажется, довольно сильно. Но зато рисунок получился четкий. Сейчас все это плоское, просто линейное. И сейчас я буду вам снимать, я так думаю, что в таймлапсе, иначе у меня память на телефоне нихуя не хватит. Просто молчаливый процесс, как я это доведу до ума. И это долгий процесс, муторный процесс. В работе буду использовать вот этот инструмент. Вот этот инструмент. Также буду использовать вот такой инструмент. Тут вот маленькая ложечка. И так же буду использовать с бульками инструменты. Ну и маленькие еще. Вот, собственно, весь мой арсенал. Больше мне ничего не нужно. Это и так, мне кажется, довольно много. Вот эти специальные. А это я все, что дома нашла. Так что давайте приступать буду к работе. Пока совсем не высохла кожа. Она вот уже белеет, подсыхает. Нужно мне все это сейчас провернуть. Так что наслаждайтесь просмотром. Не перематывайте. Залипательный интересный процесс. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 там вот плюс минус такой же будет клапан с утренней стороны вот и небольшие кармашки для карточек на внутренней части спереди кошелька вот так же примерно как на кошельке и тоже с красным петоном собственно в этот раз я решила сделать крылышки прямоугольными выкроила в две толщины чтобы не было видно изнанку вот получается здесь у меня она сдвоенная крылышко 1 створка и 2 створка и эта часть будет подворачиваться уже внутрь а это будет держать среднюю часть которой будет молния и отдел для мелочи так что сейчас будем постепенно потихоньку разбираться в какой последовательности я это буду собирать проще всего конечно сделать для начала обложку для паспорта я еще хочу поставить здесь логотипчик свой потому что лепить сюда металлическую штучку вот эту я и не хочу тут как бы никуда и логотип можно выдавить на этой части кожи и будет хорошо и сразу будет видно что это мое изделие так что я сейчас займусь обложечкой потом перейду к кошельку и так я нанесла клей на изнаночную часть внутренней части для обложки на паспорт и нанесла клей на изнаночную часть самой обложки для паспорта и теперь мне нужно это аккуратненько склеить сейчас я хочу показать идею которую я придумала изначально я думала что сделаю отделение для карточек вот под наклоном и там подошью такие небольшие кармашки чтобы карточки туда хорошо помещались но в процессе когда я начала помещать сюда три карточки они в толщину очень сильно чем добавляли очень большую толщину за счет того что кожа толщину почти два миллиметра и вот каждый раз на два миллиметра но оттопыривается итоге получается 6 миллиметров толщина вот большая и решила что надо все это переделать теперь меня идея фикс вариант номер два сделала стеночку и к ней буду делать из ткани кармашки 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 буду вот до поддевать подгибаю здесь пришиваю потом следом 2 и потом 3 и потом все это прижмется так в облипочку и по контуру вот так буковкой п прошью и в таком случае карточки займут намного меньше толщины места здесь я сразу буду устанавливать карточки чтобы кармашки были более чуть чуть более объемные подторчивали сказать и тогда все будет хорошо помещаться и объем будет минимальный мне кажется я такой идеи еще нигде не видела будет моё ноу-хау и вам если вдруг тоже захотите что такое воплотить так что и потом значит и по всей вот этой конструкции чтобы сзади не были вот эти вот видны здесь пришлю будете очень аккуратно так что такая у меня идея вместо этой буду ее сейчас делать а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Я сшила боковые стеночки. Вот так выглядит стеночка, в которую помещаются карточки. Я считаю, что просто гениальная идея у меня возникла, потому что карточки помещают туда чудесно. И толщина совершенно минимальная. Просто супер волшебно. Так что идею буду использовать в дальнейшем для других своих работ. Сейчас я нанесла клей. Буквкой П сюда и буквой П сюда. Это стенки. Как видно, здесь уголочек острый. Я его буду обрезать потом. И сюда тоже нанесла клей. Вот у меня обложечка. И нужно сейчас приклеить аккуратно. И вторую стеночку. Потом я полностью все по периметру прошью. Полностью, полностью, полностью. И уже останется обработать только край. Ну и обрезать уголочки. Так что почти готово, почти готово. Вот я прострочила полностью по периметру. И теперь нужно осталось обрезать уголочки. Подровнять края. Тут в целом они сходятся все. Подровнять уголочки и обработать урез. Чтобы было все красиво, а не так, как сейчас. Поэтому сейчас этим и займусь. Продолжение следует. ТРЕВОЖНАЯ Михайлов Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я уже показала вам, как пришивала кармашки на переднюю часть кошелька. И теперь я хочу эту подкладочку уплотнить. У меня на изнаночной стороне есть разметка. Откуда докуда идут у меня припуски. И, соответственно, кусочек из кошкартона. Это кошкартон толщиной 0,8 мм. И сейчас я его буду вот таким образом приклеивать сюда на клей. Поэтому сейчас у меня задача ровно приклеить это все. И тогда уже буду продолжать работать. Мне нужно будет также приклеить кошкартон и на спинку. И уже заниматься центральным кармашком с молнией. Поэтому давайте клеить. Продолжение следует... Я приклеила кошкартон на обе части. Переднюю и заднюю. Пришила логотипчик. И теперь перехожу к основной части центрального кармашка. Это пришивание планочки из кожи по периметру. Сзади под всей этой конструкции будет еще молния. Сейчас сначала приклею на трансфер планочку. А снизу подклею молнию. И все это одним ходом прошью на машинке. Передленная трансфер планочка. мой кошелек потихоньку продвигается я сделала задний кармашек я вам не показала как делать потому что для меня это был первый такой вот карман моей жизни мне нужно было самой разобраться как его делать и сложно было снимать процессе я там пока разбиралась туда-сюда но я вот считаю что получилось очень хорошо и если вы захотите чтобы я показала уже как делать такой карман вы напишите пожалуйста в комментариях и на каком-нибудь из своих изделий я покажу как делать такой карман сейчас я покажу как он открывается вот небольшая получается крылышко и вот с этой стороны у меня подкладочный материал с этой стороны вот основная часть кожи и вот молния вот я придумала так чтобы немножечко здесь кожа прикрывала молнию чтобы не было вот прям совсем голая молния поэтому она немножко прикрывается вот так вот это выглядит сзади я считаю очень достойно получилось и сейчас давайте посмотрим сколько вообще деталей кошелька у нас осталось не собранных для начала это естественно внутренняя часть кошелька два крылышка и часть которая клапан переворачиваю на внутреннюю сторону и смотрю как это все будет у нас устанавливаться это значит естественно сюда и собственно это сюда сначала я пришью крылышки а а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Пока!